Здравствуйте, моё имя Павел и я родной брат погибшего Никиты Кривцова. Моего брата зверско убили. Следственный комитет пытается всё выставить как самоубийство. Но родные, близкие, знакомые, да и каждый думающий Беларусь всё прекрасно понимает. Привет, Паш. Мои соболезнования в первую очередь. Скажи, какая сейчас ситуация, как давно ты общался с родителями, что сейчас по этому делу? Ну, с родителями общаюсь каждый день. Ну, брата похоронили уже. Ну, следственный комитет говорит, что его повесили. Ой, что он повесился, я извиняюсь. Ну, это, естественно, не так. Никто из родных, близких, ну, никто в это не верит. Вот. Это невозможно. Ну, это глупая версия, чтобы скрыть преступления, которые совершают силовики к собственному народу. Ну, что указывает на то, что это неправда? Были ли какие-то следы избиения на теле? Ну, на тот момент, когда нашли тело, оно уже было в отвратительном состоянии. Там даже были черви в теле уже. Ну, тело было в ужасном состоянии. Там отцу показывали фото Никиты с места, где его нашли. Там лицо в месиво. Это вот мне так мама сказала. И все. Потом на опознание не пускали. Маму и жену, и отца гоняли из РУВД в РУВД. Там выдумывали разные причины. От того, что в одном РУВД не работали компьютеры, им сказали. В другом РУВД тоже что-то непонятное. Вот так и не пускали. И все. Потом они сказали на следующий день. То, что вот пакет можете забирать. И осмотр проводить где угодно. Хоть в поле, хоть на крыльце. Это я дословно передаю слово маме. На опознание они так... Ну, и не попали, грубо говоря. А что написали, я так понимаю, в заключении смерти? Написали, что это... Самоубийство, да. Никакого криминального характера его смерть не имеет. Написали самоубийство и все. Ну, и, конечно, никаких... Ну, родители, естественно, подавали заявление на разбирательство. Ну, их не принимают, как и... К сожалению, мой брат, это не первый случай. Он был пятым официально убитым. Вот. И там тоже стреляли людям в голову стабильного оружия. И никаких разбирательств не производилось. Говорили то, что он просто нападал. И его стреляли. Ну, стреляли прямо в голову сразу же. И другие, на других говорили то, что наркоман, алкоголик от этого умер. Ну, никаких разбирательств не проводят и не собираются проводить. Ну, потому что это естественно то, что... Никакая структура не признается то, что они действительно забили до смерти человека. Специально выстрелили в голову. Им это, ну, не нужно. Ну, Никита был с самого начала на митингах. Да, Никита все время поддерживал свободную Беларусь, если можно так сказать. Все время поддерживал национальную символику. Постоянно и пользовался. Изготавливал даже одежду с национальной символикой. Еще до того, как люди начали массово высказывать свою позицию, выходить на улицу, он постоянно был таким человеком. То есть он мог даже быть в этих списках КГБ? Да, естественно. Как потенциально... Конечно, он мог быть там... Опасный или как это говорится там, да? Ну, да, да. Неблагонадежный, неблагонадежный... Элемент, да. Да, элемент. Вот. Что, скажи, объединялись ли вы с родственниками остальных четверых погибших? Может быть, родители как-то, чтобы вместе отставить? Я думаю, это сейчас в процессе, потому что мне уже много кто говорил то, что обязательно нужно так сделать. Писали мне, я, естественно, передаю это родственникам. Они будут это делать, будут все вместе стараться как-то в правовом поле добиться какой-то справедливости. Но, к сожалению, мне кажется, в данный момент, пока не поменяется власть, в Беларуси это невозможно. Но ты выехал из Беларуси когда? Я выехал из Беларуси в 2016 году. В 2016, так. Да. В Украину ты приехал сюда на... Как волонтер, чтобы помочь Украине и украинцам в борьбе за независимость, свободу и территориальную цену. Ты следил за событиями на Майдане? Да, конечно, конечно. Был ли ты на Майдане тогда, в 2014 году? Нет, я не был. Поддерживал тогда из Беларуси? Да, я следил постоянно за новостями, очень переживал, что происходило тут в Украине. Ну, естественно, когда начали уже убивать, опять же, протестующих, меня это гложило, я говорил маме, что поеду, мама говорила, подожди, ты маленький. Как было тогда лет? Нет, 16-15 лет было тогда, 15-16. То есть ты уже стал совершеннолетним и тогда уже выехал в Украину сюда, на войну, на фронт. И ты не въездной сейчас в Беларусь? Да, в Беларуси я числю сейчас как наемник, как будто бы я наживаюсь на войне в чужой стране, как будто мне платили за это деньги какие-то. Вот, и поэтому там на мне уголовное дело, естественно, оно нигде не светится, потому что... Ну, не нужно этого, я не знаю, почему. Ну, просто, которые вот ребята возвращались в Беларусь, их сразу задерживали и закрывали, по статье, наемничество. Вот. И не хочется лишний раз рисковать, ехать домой и отправиться в тюрьму за ни за что. То есть на похороны ты так и не попала? К сожалению, не смог. Как давно вы общались с братом? Брат ко мне приезжал в январе месяце вот этого года. До карантина? Да, до карантина. Ну, мы с ним общались, он рассказывал много историй из жизни. О дочери своей рассказывал. Ну, когда говорил о дочери, у него, Саша, светились глаза, это уже никогда не забуду, это... Каждый раз вижу... Ну, его лицо, его улыбку и радость в глазах. В те моменты, когда он рассказывал о дочери, о семье. Ну, я вообще в веселых там ситуациях и жизни. Слушай, ну, тебя вот не коробит то, что вот пять уже погибших, может быть, даже больше, да? Очень много пропавших без вести, цифры каждый день меняются, а белорусы продолжают ходить на митинги с цветочками. Ну, это, наверное, белорусский менталитет такой. То есть, я вот пожил в Украине, менталитеты действительно отличаются, белорусы. Ну, они спокойные, такие миролюбивые люди. И когда вот это, наверное, из-за того, что вот когда ты 26 лет находишься под гнетом, 26 лет системы, то есть с самого рождения некоторые вот молодые люди, например, как я, я даже не знаю, как жили... У нас при мне не было другого президента и честных выборов ни разу. И когда тебя постоянно пытаются склонить, придавить, твою позицию нигде не высказывают, а если ты выскажешь свою позицию, тебя сразу же стараются слить куда-то, доказать, что ты неправ. Ну, вот поэтому люди такие не хотят насилия пока что. Пока что. Ну, а что может хорошо, что может стать последней каплей, вот, к нему там триггером, к тому, что люди выйдут и будут совершенно по-другому себя вести, забудут всю свою толерантность, цветочки, песни, вот эти вот сестачки мирные и так далее, и все-таки выйдут на улицу совершенно в другом настроении? Если честно, я даже не могу предположить, потому что я не мог предположить, что за две недели до выборов, что будут люди так массово выходить, и что в Беларуси будет вот такое жесткое подавление, что КГБ будет действовать настолько жестко, мерзко и подло, то, что будет убивать собственный народ. Вот. Ну, я не мог этого предположить даже. Ну, Лукашенко сам говорит, я не знаю, люди должны разбираться, и он сам говорит то, что вы меня пока не убьете, это цитата Лукашенко, пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Лукашенко уже всем надоело, это очевидно. Ну, просто даже вот кандидаты, которых выбирали люди, ну, Тихановского сначала, потом Тихановскую, но это люди, все прекрасно понимают то, что они никакие не политики, и то, что они не смогут построить сильные государства, это все понимали прекрасно, ну, как мне кажется. Но все равно они голосовали за них, потому что Лукашенко уже, ну, он всем уже надоел. Ну, всем надоел, даже обычным рабочим, ну, вот, которые, мне кажется, совсем далеки от политики, которым мало чем интересовались, они уже начинают бастовать, потому что, ну, это уже никуда. Скажи, откуда вот такая вот была все это время, там, все вот эти, там, 25 лет, да, 26 лет поддержка Лукашенко? Ну, вот, давай до 16-го года, до того момента, как ты выехал, да, на чем она базировалась? Вот почему так любили Батьку? Ну, я не знаю, кто любил, просто все молчали. Хотя так нельзя его, конечно, называть. Все молчали просто, ну, никто, не было у него поддержки. Не, ну, голосовали же, смотри, хорошо, вот, насколько было... Проголосовали, может, первый раз, в 94-м, ой, или в 94-м, да. Тогда, может, и проголосовали, потому что вот тогда, после распада Советского Союза, вот он вошел с лозунгами, то, что вернем Советский Союз, туда, там, туда вливала деньги Россия, насколько мне известно, сколько я смотрел журналистских расследований, туда убирали очень жестко конкурентов, убивали, пропадали там тоже независимые журналисты. Вот, и тогда, может, его люди единственный раз и выбрали, как бы, честно. Вот. А в дальнейшем, насколько вот я читал, тоже изучал, больше не было честных выборов. Все время была фальсификация и все. Настолько она была большая, масштабная. Ну, вот сейчас понятно, что он все там нарисовал вообще. А до этого так же нарисовал? Либо были люди, которые его поддерживали? Почему-то? Аж, ну, у нас ни разу не было. Была, может, поддержка, вот, на самом деле, процентов 30-40, ну, которые поддерживали его, может быть. Вот тоже немало. Почему? То есть, вот, чем он заходил? Ну, наверное, из-за того, что он людям нравился, как будто, ну, вот, по телевизору показывали то, что вот он приезжает на какой-то завод и начинает жестко там разгонять всех. Вот, по телевизору это показывали так, а когда начинаешь в это углубляться, понимаешь то, что это, ну, не так, и просто людей переводят с должности на должность, никого не сажают, там, а если сажают, сразу отпускают. Ну, вот он пускал пыль в глаза и постоянно показывался таким, как будто человеком, президентом из народа, он простым, типа, говором, там, не ограничивал себя в словах, когда общался. Ну, и вот, наверное, тот контингент, который вот уже 50, которым вот они, может, и поддерживали, типа, вот Советский Союз, он все-таки вернет, у нас вот все тут хорошо, так. Картинка, вот, ну, естественно, пропаганда его с телевизора и все. Ну, сейчас уже другой век, сейчас уже интернет, и поэтому уже все люди, которые умеют пользоваться интернетом, все прекрасно понимают. Ну, хорошо, если проговорить про эти все-таки митинги, то за какой вектор выходят люди? Потому что, если вспомнить революцию достоинства в Украине в 2014 году, тогда было четко понятно, что это против России, да, люди не хотели в Россию, и тогда не было людей, которые, там, да, выступали за это. Сейчас в Беларуси эта история вот все-таки все-таки об этом тоже, либо нет, либо векторность здесь не важна, а просто убрать Лукашенко. Да, я думаю, Беларусь просто, вот, она, как всегда, вот, страна попала, попадает всегда между злом и злом, ну, вот, тут непонятно, могут скинуть Лукашенко, может, зайти Россия, может, и Лукашенко сам заведет Россию. Ну, мне кажется, люди сейчас не думают, Россия не Россия, но люди просто хотят сменить власть, вот, и просто впервые за 26 лет эта власть дала трещину. Ну, и то, вот, дает трещину, убивает собственный народ и проливает кровь. Ну, вот, как ты считаешь, существует мнение о том, что, может быть, вариант такой, как в свое время, там, да, в разделении в Германии. В Беларуси это возможно? Я думаю. Там, условно говоря, какую-то там прозападную часть и там пророссийскую. Ввиду, там, истории с Гродно, Гродницкой областью, да, и вот последними заявлениями премьер-министра Польши, что он готов принимать людей, пострадавших из Беларуси, да, и, насколько я знаю, там, достаточно много людей с паспортами, которые получают паспорта уже польские. Вот такая вот история, возможно, разделение? Я думаю, нет, белорусы все-таки монолитный народ. Они не позволят этого сделать. Ну, если только насильно, это как-то сделают, но чтобы разделить именно народ на две части, не получится. Территорию могут поделить, а вот ощущение народности они не смогут поделить. То есть и нет такого, как в Украине, там, восток, запад, и где достаточно, ну, есть разное настроение. В Беларуси она более такая, да? Да, в Беларуси, ну, меньше по территории, и все люди похожи. Однородные. Ну, может, с Гродненской областью, может, со страны западной, там, я не знаю. Да нет, вроде все одинаковые люди. Везде хорошие люди, там, и в Могилеве общалась с людьми, и в Гродно, и в Бресте. Ну, вот оппозиция, говорят о том, что оппозиция нынешняя, она достаточно близка к России, и там находят какие-то, там, знаешь, вот какие-то российские, а не то чтобы корни, но какие-то ответвления и российский след. Ну, давай, там, Цепкало, который возглавлял штаб Лукашенко, там, в 90-е, да, в Средине. Бабарыка, это вообще, как бы, история про Газпром, про банк, да. Тихановская с мужем, муж, который, там, не знаю, был, не был фотографом в Крыму, Путина. Ну, вообще, странно, достаточно заявление про Крым. Ну, вот и все, как бы, вот, приехали. Ну, это, конечно, возможно, ну, это, возможно, чей-то проект, но все равно просто хочется довериться вот этой Тихановской, то, что она придет и сделает новые выборы, там, где будут, которые будут честными. И там будут участвовать все кандидаты, которые постоянно находятся вот в этой системе под гнетом, которые белорусы, про белорусского настроя. У них есть поддержка в народе, ну, у них есть. Просто за время Лукашенко их постоянно прятали. Какой-то только митинг их сразу садили на сутки, чтобы люди их не видели, чтобы люди их не знали. Но все равно люди знают, кто есть такие люди. И если они, кажется, выдвинут свою кандидатуру, которые имеют вес политики, которые в этом разбираются, люди могут проголосовать. Я думаю, не могут, а люди точно проголосуют за пробелорусского кандидата. Ты хочешь вернуться в Беларусь? И как думаешь, как быстро это может быть? Конечно, я хотел бы вернуться на родину. Чем бы ты занимался? Ну, я бы приехал в свой город. Он маленький. По территории и по численности. Может, где-нибудь работал, пытался бы заниматься общественной деятельностью и как-то улучшать свое место, свой город. Помогать людям. Вот так как-то. Я поняла. Спасибо за то, что пришел. Поделился своими мыслями. Мы следим за этой темой. Для нас очень важны ваши комментарии. Перешла на русский язык, потому что знаю, что, судя по комментариям, опять-таки, очень много зрителей нам пишут из России, из Беларуси. Комментируйте это видео. Говорите, что вы хотите увидеть у нас на YouTube-канале. И, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал «Редакция обозревателя». Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok